Рекламные конструкции в Сарове должны были демонтировать еще в начале лета. В марте 2022-го истек срок договоров на право их размещения и эксплуатации. Напомним, право это выиграли две компании – ООО «Ударник» и ГК-2 «Аякса» в 2017 году. Одним из главных их аргументов в конкурсе была готовность размещать на своих конструкциях 100% социальной рекламы. «Предложение по размещению социальной рекламы в процентах от годового объема распространяемой рекламы. Критерий К-2. Предложение участника 100%». Правом этим, к слову, администрация так и не смогла воспользоваться. Когда в 2021 году город решил разместить на конструкциях социальную информацию, ничего не вышло. Переговоры перешли в бесконечную переписку, в результате которой администрация в одностороннем порядке расторгла договор с «Ударником» и двумя «Аяксами». Рекламщики оспорили решение в суде, однако к тому времени истек срок действия договоров. «По закону о рекламе в трехдневный срок рекламные компании должны были убрать всю информацию с этих счетов, а через месяц демонтировать их, чтобы мы могли в дальнейшем провести новый конкурс. Мы направляли уведомления, как это у нас установлено. Конечно же, они проигнорировали и не выполнили это требование по демонтажу. Ну и, соответственно, дальше уже не наше право, а наша обязанность. По закону мы должны это демонтировать за свой счет и потом все убытки предъявить этим фирмам, чтобы они их возместили». Администрация объявила аукцион на проведение работ по демонтажу рекламных конструкций. Его выиграла компания «Мартин», которая снизила стоимость контракта более чем на 70% от начальной цены. Однако обязательств своих подрядчик не выполнил. В итоге на всех рекламных конструкциях продолжала появляться коммерческая информация в нарушении закона о рекламе, что наказывается штрафом от 500 тысяч до миллиона рублей. По этим фактам в отношении ООО «Ударник» и ГК-2 «Аякса» возбуждены более 20 дел об административных правонарушениях. Город тем временем заключил договор на демонтаж конструкций с другим подрядчиком, который выполнил работы в установленные сроки. О времени демонтажа администрация не единожды предупреждала собственников конструкций. Мы предупреждали неоднократно, этих уведомлений писалось масса. Я уж точно цифру не скажу, но это было даже ни одно, ни два, ни три. Это было много уведомлений, что все, все сроки прошли, мы ездили, составляли акты, что действительно конструкции стоят эксплуатируются, их никто не собирается выбирать. И более того, что они дальше размещают рекламу. Зная о сроках и неизбежности демонтажа рекламных конструкций, их собственники наконец разместили на баннерах социальную информацию о поддержке СВО, помощи бездомным животным, изображение Серафима Саровского. Из моей точки зрения, это очень циничное манипулирование общественным мнением со стороны рекламных агентств, которые владеют этими конструкциями. Зная о том, что будет демонтаж, разместили на нем баннер в поддержку специальной военной операции, в поддержку президента Российской Федерации, тем самым пытаясь, видимо, как-то повлиять на администрацию с точки зрения отложителей и исключить демонтаж этих рекламных конструкций. Но еще раз повторюсь, это очень циничное поведение со стороны бизнеса, попытки отстоять свои коммерческие интересы в первую очередь в этом вопросе. В администрации подчеркнули, они не имеют права оставить незаконные баннеры, чтобы на них не было изображено. Есть требования, которые должны исполняться. Также нет законных оснований принять это имущество на баланс города. Кроме того, пересмотрена схема размещения рекламных конструкций в Сарове. Их станет почти вдвое меньше. Некоторые поменяют место расположения. Мы слышим доводы, что если бы мы опять участвовали, выиграли, мы бы эти конструкции либо сами эксплуатировали на тех же местах, либо передали какому-то новому владельцу. Но мы не можем провести конкурс, если там конструкция стоит, придет новый владельец, скажет, а что такое занято место. И потом их стало в два раза меньше. То есть 20 конструкций все равно так или иначе было нужно снести. Проведи мы этот конкурс, не проведи. Договорились мы там с новыми владельцами, они передали, продали. Но 20 конструкций, как ни крути, надо было в любом случае демонтировать. В ближайшее время новую схему расположения рекламных конструкций должны утвердить. Следующий этап – проведение торгов на право их размещения и эксплуатации. В этот раз форму торгов изменили. Если шесть лет назад был конкурс, нынче пройдет аукцион. Изменение формы торгов уже прошло. Городская дума это решение утвердила. То есть форма проведения торгов однозначно будет аукцион. Сроки проведения торгов пока неизвестны.